Топка – классное название. Я так понимаю, что топ и вверх, и топ мы здесь зажигать будем. Речь идет о новом образовательном пространстве в Техническом университете. Коворкинг Топка вмещает около 50 человек. Главная цель этого места – создать комфортные условия для студентов при работе с проектами. В последнее время подобные зоны – это целый тренд. В Алтайском крае существует на данный момент уже около 30 пространств, которые имеют свою собственную специфику. Кто-то в области творчества больше собирает молодежь, кто-то спортивное направление имеет, кто-то увлечен именно проектным подходом и созданием большого количества разнообразных проектов, такие универсальные солдатики. Однако у Топки отличительная черта – инклюзивность. Это единственное подобное пространство в регионе, где могут заниматься все студенты, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для таких людей есть, к примеру, специальные парты, которые регулируются по высоте. Притом даже в сборном состоянии они адаптированы для колясочников. Также у нас имеется индукционная информационная система. Это специальное оборудование, которое помогает слабослышащим студентам, которые носят слуховые аппараты, четче и лучше воспринимать информацию от спикера, подавляя посторонние шумы. Телевизор, который мы закупили, конечно же, он способствует более лучшему восприятию информационного контента для студентов с нарушением зрения. Также уже закуплены ноутбуки со специальными программами, которые переводят текст в звук и наоборот. Они появятся на этих партах уже в ближайшем будущем. Благодаря ТОПке поучаствовать в обсуждении проектов смогут даже те, кто не может выйти из дома. У нас есть такая возможность, как онлайн-участие. То есть люди, которые по некоторым причинам не могут посетить наш проект или не могут посетить наш студию, могут это сделать из дома. Они также полноценно могут участвовать в проекте, также ознакомиться с материалами спикеров. А материалов, как и спикеров, действительно будет много. Ведь до середины ноября студентов ждут интенсивы с опытными преподавателями. На них подробно объяснят, как разработать, оформить и защитить проект. А подстегнет интерес сувенирная продукция, которую получит каждый участник. Подобные марафоны планируют проводить два раза в год – осенью и весной. Данила Кузнецова, Дмитрий Денисов. День с толком.